Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы с вами будем говорить о целителях и целительстве. Так уж принято в нашем обществе, что люди, которые получили высшее медицинское образование, называются врачами. И тогда в их названии присутствует слово терапевт, либо психиатр, психотерапевт. Но зачастую есть подмены, когда человек называет себя энерготерапевтом, а медицинское образование не имеет. Так вот, врач – это человек, имеющий высшее медицинское образование. Кроме того, у нас есть люди, которые оказывают помощь другим людям в области духовно-душевной. Это наши психологи, это тоже люди с высшим образованием, получившие это образование либо первым, либо вторым. Вот, и получившие определённые практики по работе с клиентами. Они не имеют права назначать медицинские препараты, но при этом они оказывают другим людям помощь. И есть категория людей, которая нуждается в том, чтобы оказывать другим людям помощь. Нуждаются изнутри, из себя. Да, то есть, либо у них проснулся дар, либо им передала бабушка. И то, и другое – это будет некая энергоинформационная сущность, которая, как правило, подвинула душу, но она выполняет функции целителя, и у них это неплохо получается. Вот, есть те, кто обучался и научился, есть те, кто прошёл какие-то практики, а есть те, кто просто сидел дома, у них в голове стрельнуло, и они вдруг захотели быть целителями. Есть люди, страдающие шизофренией, которые тоже хотят другим оказывать помощь. И эта вот вся огромная аудитория, она называется одним словом – целитель. Поэтому в нашем обществе зачастую идёт жёсткое недоверие. Хотя я бы это недоверие попробовала развеять. Дело в том, что целитель рождается одновременно со своим клиентом. И на каждого целителя есть спрос. И на сумасшедшего целителя тоже есть спрос у такого же сумасшедшего клиента. Расскажу анекдотическую ситуацию, которая произошла в Минске много лет назад. Как-то сюда пожаловал один иностранец, который страдал жуткой депрессией, и ему вообще не хотелось жить. Ведь он шантажировал своих близких, что он покончит жизнь собой. И вот эти близкие узнали о целительнице. Но они не знали, что она накануне вышла из дурдома. И привели этого иностранца к ней. Он ни слова не понимал по-русски. Её же методы лечения были, она просто била людей. Била до такой степени, пока им не хотелось снова жить. И пока они не удирали от неё. Так вот, она так вылечила этого иностранца, что он реально был ей благодарен за то, что у него прошла вся депрессия вместе с синяками и побоями. Он не пошёл в милицию. Он был благодарен, что она исцелила его душу через физическое тело. Смех смехом, но они нашли друг друга, понимаете. И такие целители, когда рождается потребность целительства, это уже значит, есть клиент. Осталось, чтобы они встретились. Поэтому осуждать не имеет смысла. Имеет смысл определиться для себя, будете ли вы пользоваться услугами данного конкретного целителя или нет. А то, что он родился, ну и слава богу. Значит, надо понимать, что где-то родился на него спрос. Но я всё-таки за то, чтобы целители были образованными людьми и применяли образованные, качественные приёмы, как минимум безопасные для жизни приёмы работы со своими пациентами, чтобы они не наносили вред здоровью, а наоборот, как бы улучшали самочувствие своих клиентов, пациентов. Я за образованность. Я за то, чтобы врачи снизошли, или из пьедестала образованности позволили себе взять определённые экстрасенсорные приёмы работы, потому что зачастую они в разы увеличивают эффективность работы врача, кроме того, они повышают его чувствительность, кроме того, они помогают ему лучше понять глубину проблемы своего клиента. А с другой стороны, те же самые целители, когда они всё-таки разбираются в анатомии, когда они всё-таки разбираются в устройстве человеческого тела, когда они разбираются в устройстве человеческой психики, когда они могут порекомендовать ещё какие-то травы для лечения или отправить к хорошему врачу, повзаимодействовать. Это тоже работает на руку и тем, и другим. И тогда вот эта грань конфликта, когда один целитель плохо говорит о другом, что сейчас очень модно в нашем обществе, она исчезнет, потому что нету плохих практик, нету плохих целителей. Мы все очень разные. Одни практики подходят одним, одни приёмы подходят другим. И когда мы себе подбираем нужного помощника и нужные инструменты, мы всегда имеем результат. Но для того, чтобы была возможность подобрать, надо, чтобы был выбор. И вот этот выбор в обществе у нас всё-таки так или иначе Бог создаёт. У нас целители рождаются постоянно, точно так же, как постоянно часть людей отказывается от того, чтобы быть целителем. Хотя при этом существуют определённые догмы в сознании людей. Например, целитель должен работать бесплатно. Подождите, ребята. В старину, когда люди учились какому-то ремеслу, а целительство – это ремесло, я дальше объясню, почему это ремесло. Они приходили к своему учителю, учитель обучал, но в то время была проблема с питанием. И тогда они работали на него, они потрачили и отрабатывали. Сегодня никто ни на кого не потрачит. Сегодня заработал, оплатил, получил. Поэтому те же самые целители, они тоже нуждаются в том, чтобы жить, и достойно должна быть оплачена их работа. Поэтому разговоры о том, что целитель работает за краюшку хлеба, они имеют смысл во времена революции и войн. А во времена нормального благосостояния есть эквивалент энергетического обмена – это деньги. И в таком случае деньги сегодня помогают людям покупать и зарабатывать, и жить так, как они достойны. Поэтому труд целителя должен быть оплачен. С одной стороны. С другой стороны, существуют догмы, что целитель обязательно должен быть религиозным. Или, например, есть вообще целое направление, например, экзорцизм, который отдан на откуп не психотерапевтом, а церкви. При этом, вот смотрите, иногда некоторые вещи в нашем обществе меня ставят в тупик. Тут же вспоминается притча суфийская. Так кто же напился отравленной воды? В обществе законодательно запрещены массовые психотехники. Запрещены. И такой гуру, как Кашпировский, например, сегодня не может приехать в Белоруссию, собрать зал и провести здесь какие-то свои массовые исцеляющие сеансы. И в то же самое время человек, хотя Кашпировский имеет врачебное образование, хотя он занимается очень много лет гипнозом, необычайно образованный человек. И в то же самое время, например, в церкви определенный, ну я не знаю, как правильно называется, это поп или священник, неважно, служитель церкви, да, собирают людей и устраивают сеанс экзорцизма. Что такое сеанс экзорцизма? Это те же самые массовые психотехники. На самом деле больным там будет, наверное, один человек реально больной, да, а остальные будут склонны к тем или иным психическим проявлениям, да. И дальше работает эффект индуцирования. И люди катаются по полу, кричат, но с ними же производятся те же самые массовые манипуляции, что и в зале Кашпировской. Разница какая? Внешняя картинка другая, а суть-то одна и та же. Так вот, понимаете, когда начинаешь углубляться в эти темы, и нельзя сказать, что, например, вот работа этого же самого священника, да, она не нужна, да, или осудить его за эту деятельность. Впрочем, точно так же, как и Кашпировского. Это неразумно. Есть спрос, и под спрос рождено предложение. И не надо мешать бессознательному выполнять свои задачи. Да, поэтому я за то, чтобы мы все-таки приняли все варианты проявления целителей в нашей жизни. С другой стороны, для себя определились, будем мы этой услугой пользоваться или не будем. И если никто не пользуется услугой определенного человека, то человек тогда меняет свою деятельность, потому что ему так или иначе надо как-то жить. Что касается целителей, то объединяет их всех, как правило, наличие общих программ, внутренних программ, да, на уровне подсознания, по спасению человечества и по желанию быть нужным людям. Вот эти блоки, огромные блоки программ, они имеют разные словесные формы, они имеют разные физически проявленные реакции в теле, и они имеют разную чувственную основу у каждого человека. Это все индивидуальные наборы программ. Но именно эти наборы программ, как правило, толкают человека отправиться в путь и стать целителем. И неважно, они толкают его из состояния жадности, например, желания быстро заработать денег, или они толкают его из состояния света и любви, для того, чтобы отдать сердце всему человечеству. Они толкают, вот в этом суть, да. Что касается быстро заработать денег в целительстве, если вернуться все-таки к тому, что целительство – это ремесло, то поймите, целительство – это достаточно тяжелый труд. Тяжелый труд, потому что с утра до вечера человек привязан к людям, к их проблемам, к их жалобам, к их состояниям, и это нелегко. Точно так же, как и врачу. Более того, сказать, что целитель очень быстро заработает денег, как сейчас принято, например, в практиках, взять какую-то новомодную американскую технику и быстренько начать работать с другими людьми, там, по скайпу или еще как-то, и быстренько на встречном каких-то купонов. Но поймите, это же ограниченная сумма. Богатым здесь не станешь. Если ты хочешь быть богатым, займись бизнесом, и ты значительно быстрее приобретешь тот же уровень доходов, либо же выше, вот, и тебе не надо будет обслуживать большое количество людей и их проблем. Поэтому, становясь на вот этот вот путь, имеет смысл подумать и для себя определиться, насколько надо, да, может, имеет смысл сперва проработать вот эти программы, связанные со спасением человечества и своей нужности, да, и потом для себя сделать выбор, так есть же все-таки, есть у вас предназначение вот так жить или нету. Потому что ключевое все-таки будет предназначение. Потому что в целители, как правило, приходят и остаются на годы только те люди, у которых есть к этому действительно предназначение. Они с этим, с этой игрой пришли в эту жизнь. И поэтому они в нее готовы играть, и они не смотрят ни на уровень доходов, ни на какие-то социальные проявления в их адрес, ни на нена. Они просто делают свое дело и любят свое дело. Вот это самый оптимальный вариант целителей. А есть ли еще эти целители готовы получить дополнительное образование? Причем, неважно, это будут, скажем так, какие-то курсы, тренинги и так далее, либо же это будет образование более профессиональное в УЗИ, которое можно получить, не глядя на свой возраст, да, это вообще будет прекрасно. Касательно образования по целительству. Так уж случилось, что я работаю с большим количеством людей, не лично, не индивидуально, да, индивидуально я не работаю. Вот, приезжают люди на семинары, тренинги сюда. И как-то повелось, что те, кто приезжают из России, они обязательно спрашивают сертификаты. То есть у меня даже в какой-то момент была мысль, что в России сертификат целителя приравнен к каким-то государственным корочкам. У нас, например, реально для государства, государством признается, да, лишь диплом. Диплом о наличии соответствующего образования. Сертификаты могут служить лишь для поддержания, например, лицензии, той же самой, об оказании психологической помощи. Но дело в том, что эта лицензия уже отменена, или еще, вот, сейчас должна где-то быть отменена, то есть уже это муссируется давно, она идет на отмену, потому что она реально принесла очень много вреда. Вот, на сегодняшний день, если брать статистику и проанализировать статистику, то пользы от этой лицензии не было. Я бы еще нашла виновников, кто ее вводил. Так случилось, она была. Слава Богу, что она идет на отмену. И на сегодняшний день получается, что как таковые сертификаты, они-то нужны только самому целителю для того, чтобы сказать самому себе, что я учился. Ну, либо же повесить на стенку и сказать своему клиенту, что я умный. Но клиент на самом деле это и так поймет по результатам работы с вами. Вот, поэтому, насколько нужны эти сертификаты, но при этом отказ от сертификата не означает, ну, или согласен, сертификат не означает отказ от самих тренингов. Тренинги нужны, потому что сейчас действительно очень много и очень сильно развивается психология, очень много психотехник выдано на рынок, очень много приемов работы, качественных, действительно, выжимок таких результативных, которые великолепно совмещаются с приемами работы врача, с приемами работы психолога и с приемами работы целителя. То есть это великолепное дополнение к вашему образованию. Почему не воспользоваться им и не поучиться? Хотя я не призываю, наоборот, говорю о том, что надо получать и профильное образование. И если нет образования психолога, то имеет смысл его получить, нет образования врача, имеет смысл его получить, если вы работаете непосредственно с людьми, если вы оказываете индивидуальную помощь. Как я уже говорила, целительство – это тяжелое ремесло. И так уж получается, если человек пошел на этот путь, он может становиться на него из разных состояний и из разных желаний. Кто-то идет с деньгами, хотя мы понимаем, что богатым там сильно не будешь, кто-то идет за светлой любовью, за светлыми чувствами, за дарением человеку вот этих светлых состояний. И это тоже приятно и хорошо. Давайте ответим для себя на вопрос, на самом деле, а кто же исцеляет? Вот это ключевой вопрос сегодняшнего диалога. Я бы хотела, чтобы слушатели его все-таки услышали. Кто на самом деле исцеляет человека? И оказывается, не целитель. Целитель – это, я бы сравнила его с тем указателем, который показывает направление движения человеку, куда ему идти и над чем работать. Но не более того. Стрелочник. Вот он переводит стрелку и говорит, вот тебе туда и поехали. А работает в основном человек. И человек меняет свою систему ценностей и убеждений. Дело в том, что если целитель говорит, я тебя вылечу и работает, например, по энергетике. Ну, поработал ты с энергетиком. Человеку хватило там на день. А потом у него все вернулось. Вот. Если ты работаешь с человеком качественно, то ты найдешь какие-то психосоматические моменты. Для этого надо поговорить с человеком. Для этого надо выйти на уровень чувств, на уровень эмоций. Для этого надо выйти на уровень ощущений, убрать из тела это все. И если подойти комплексно, тогда у человека будет результат. Так вот, оказывается, что даже если целитель просто запустил какую-то реакцию в человеке, то зачастую человек многие вещи дорабатывает сам. И поэтому, когда говорят об ответственности, вот там целитель ходил, а она не вылечила. И человек переложил 100% ответственность на данного целителя. Так вот это, на самом деле, это уже, ну, я не знаю, тирания со стороны клиента, да? Потребительство такое. Ответственность на клиенте и целителе я бы разделила 50 на 50. За результат один должен указать правильное направление движения, другой должен найти в себе силы измениться. Хотя слово «должен» в данном случае неприемлемо. Это все делается по выбору и по осознанности людей, да? Если человек понимает, что ему это надо, то он это делает. И один понимает, что ему надо, вот такой вот вид помощи оказывать другим людям. И второй понимает, что ему надо, потому что ему хвост поджарил, да? И неважно, поджарила по здоровью, по отношениям, по бизнесу, по деньгам, по отношениям с родителями, по детям, очень много вариантов, да? Но если вы страдаете, значит, у вас проблема. И значит, вы ее и отрабатываете. А целитель вам всего лишь помогает найти те места больные, где лучше всего проработать, чтобы найти наилучший результат. Вот при таком подходе, при таком подходе результаты у целителя будут, да? И самый главный и ключевой момент в таком случае – вы доверяете каким указателям? Вы работаете с какими указателями? С теми, которым вы верите. Если вы не доверяете целителям, то не имеет смысла к нему приходить. То есть, первое ключевое – начинает работать в человеке механизм веры. После того, как включился механизм веры, человек ищет, куда ему двигаться, с чем ему работать и работает. И в таких случаях есть результаты. И в таких случаях целители становятся полезными, нужными и качественными. И в таких случаях не бывает осуждения, что вот этот целитель плохой, а вот этот целитель хороший. Или вот этот инструмент плохой, а вот этот инструмент хороший. Еще раз повторюсь, нету плохих и хороших инструментов. Нету плохих и хороших целителей-ремесленников. Нету плохих и хороших врачей. Нету плохих и хороших психологов. Есть люди, которые резонируют с вами и подходят вам. Которые действительно могут помочь вам. Потому что они владеют теми инструментами, которые подходят вам. А работать тоже придется вам, дорогие клиенты. Вот как-то так. Не знаю, насколько мои мысли сочетаются с вашими социальными представлениями, насколько они вызовут сейчас глубинные резонансные отклики. На самом деле, когда я вот эти мысли выражаю в интернете, возникает очень много споров, потому что о целительстве все-таки представлений и искаженных представлений очень много. Доходит до смешного. Целитель должен быть обязательно один, не иметь детей, жить там в лачуге и так далее. Ребят, ну это просто нежелание целителя работать над собой. Он же такой же человек, как и вы. Только вы приходите к нему с запросом, потому что вы хотите работать над собой. А целитель хочет работать с вами, но не хочет работать над собой. И тогда стоит задуматься о степени доверия этому целителю. Тут очень много таких моментов. Не забывайте, мы все в гостях у Бога. Мы все равны. И мы все друг другу нужны. И если наше бессознательное выбрало игру с этим человеком, вот с этим данным конкретным целителем, и привело вас к нему, значит, уже на уровне бессознательного есть причинно-следственная связь, которая выгодна и одной, и второй стороне. Понимаете? Там договора все идут вин-вин. Выиграл-выиграл. Нету проигравших. Это в материальном мире есть проигравшие. Там нету. Так вот, если уже такое случилось, и вы попали к человеку, остается только доверять и работать самим над собой. Вот как-то так. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»